Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу сделать объявление по поводу сегодняшнего вебинара в рамках курсов «Психические нарушения и заболевания у детей и подростков» и пригласить вас на эти курсы. Анонс был на сайте Директ Академии. Там мы будем рассматривать все те психические нарушения, которые встречаются у детей, начиная с рождения и до подросткового возраста. Конечно, это все будет применительно к диагностике, которую смогут осуществлять как психологи, так и педагоги, потому что существуют специфические симптомы, которые будут позволять вам уже более обоснованно разговаривать с родителями для того, чтобы посетить или психолога, или психиатра. Да, там будет достаточно много и медицинской информации в том числе, но вся она будет адаптирована именно на вас, моих коллег. Поэтому в 15.00 те, кого заинтересует, пожалуйста, подключайтесь. В мае я подготовлю вебинар, потому что очень много вопросов по аутистическим расстройствам. И у меня к вам просьба, те, кто заинтересован, например, в курсах по аутизму или задержке психического развития, именно расширенного полноценного курса повышения квалификации, пожалуйста, делайте пометки красным, чтобы я действительно могла понять, необходимо это или можно оставить это на уровне вебинаров. Ну и сегодня уже второй вебинар из этого разряда «Ребенок с задержкой психического развития в образовательном учреждении». Акцент мы сегодня сделаем на тех типичных симптомах, признаках задержки психического развития, на которые необходимо обратить прежде всего воспитателям. Мы поговорим и об этой категории детей возрастной. И, естественно, это «Ребенок с задержкой психического развития в школе». И разберем в конце мы с вами, если будет время, то два-три, и если нет, то хотя бы один кейс для того, чтобы понимать, что из всех. Потому что иногда дети прекрасно понимают из-за задержки психического развития. Сейчас вот у нас проблема такая существует с несколькими детьми в школе, которых в свое время психолог не направил на ПМПК. И теперь мы просто-напросто уже не можем сказать, что это такое. Или это социально-педагогическая запущенность, или задержка уже настолько выражена. Может быть, она была органического происхождения. Сейчас очень сложно. То есть «Ребенок хронически не успевающий». Отправить его в коррекционную школу мы уже не можем. Опоздали. Ну и немножечко мы пройдемся по тем, кто был уже повторением. Это естественно мать учения. Кого не было на малом семинаре предыдущем, вебинаре предыдущем, пожалуйста, мы освежим знания ваши педагогические. Задержка – это временный характер. Потому что вот это несоответствие ребенка, оно может с помощью коррекционных занятий, лечения у соответствующих специалистов, врачей, мы можем создать ребенку те условия, которые позволят ему догнать своих сверстников. И временной, то есть ребенок не соответствует своему паспортному возрасту. Но это прежде всего психический инфантилизм, потому что там разрыв очень выраженный и обусловлен органическими условиями, причинами. Ну вот причины задержки психического развития. Это могут быть органические, то есть те минимальные мозговые дисфункции, о которых много мы говорим и мало обращаем внимания. И прежде всего на это мало обращают внимания почему-то неврологи. Потому что задержка психического развития, в основном вы прекрасно понимаете, чей приоритет в постановке диагноза – это прежде всего педагоги. И на втором месте психологи. Потому что объяснить родителям, что задержка психического развития – это временное, а к психиатру нужно сходить только для того, чтобы получить справку направления на ПМПК, очень часто результата не имеет. Приходилось и 2, и 3, и 4 года объяснять родителям. И в течение 4 лет родители чуть-чуть начинали понимать, что действительно это проблема, связанная с самим ребенком, а не проблема с учителем или с программой. И в 4-м, в 5-м классе наконец-то родители шли. Время уже упущено во многом, потому что мы с вами опять возвращаемся к сенситивным периодам. Я люблю это возвращение, потому что действительно, те периоды, которые возможно что-то исправить, они проходят достаточно быстро. Это связано прежде всего, естественно, с физиологией, нейрофизиологией, психофизиологией. Это врожденные причины органического характера тогда, когда мама переносит во время беременности. Почему я, опять же, все-таки я врач, и поэтому, естественно, что на причины я обращаю ваше очень пристальное внимание. Тем более выявить эти причины, не нужно быть врачом. Достаточно собрать четкий анамнез. А как анамнез, какой анамнез собрать, вот я вам и представляю. То есть расспросить маму, как протекала беременность. Сакцентировать, потому что очень мама, часто мама, ну, действительно, забывает, как у нее проходило. Поэтому нужно сакцентировать внимание именно на этом. Были ли у вас какие-то заболевания во время беременности, особенно инфекции, потому что, вы сами понимаете, токсический фактор, он, прежде всего, будет влиять на центральную нервную систему, не выраженно, а вот именно на уровне минимальных мозговых дисфункций. Есть ли у мамы вредные привычки? Не бросала ли она эти вредные привычки во время беременности или продолжала? Вот мама опять приходила беременная, первый ребенок, проблемная задержка психического развития выявлена только сейчас, потому что я подошла в эту школу на работу и сразу же обратила внимание на этого малыша, психофизиологический инфантилизм. Она продолжает курить, у нее срок более 30 недель, она курит, не могу я бросить курить, ну, никак не могу. Естественно, что там, это четвертый ребенок у этой мамы, ну, плюс она выпивающая, меняет мужчин постоянно. Это не в укорье, а в том плане, что могут быть какие-то вагинальные инфекции, женские половые органы. То есть здесь все очень серьезно будет влиять, вот именно в минимальном количестве, но влиять на развивающийся плод. Это могут быть профессиональные вредности, то есть нужно расспросить маму, кем она работала во время беременности. Ну, это наша с вами компетенция, потому что необходимо собрать анамнез как можно более полный. Ну, вы знаете о том, что выявлена четкая зависимость между мамами, испытывающими вибрацию во время ранние первые 3-4 недели беременности и рождением детей с зайчьей губой и волчьей пастой. Эти исследования есть, они, конечно, единичные, но, тем не менее, они подтверждают вот эту зависимость. И приобретенные, то есть уже тогда, когда родился ребенок, и это прежде всего, опять же, инфекционные заболевания, потому что постоянно идет интоксикация, плюс использование определенных медикаментозных средств. Это соматические заболевания, соматогенная задержка психического развития, ну и различные травмы, потому что, ну, вы знаете, синдром тряски ребенка, когда родители трясут, подкидывают малыша, и вплоть до кровоизлияния гибели ребенка может произойти. Для этого необязательно избивать ребенка жутким образом, достаточно вот подкидывать или серьезно тряхануть ребенка. Ну и функциональные, то, что связано с условиями жизнедеятельности, воспитания ребенка. Ну, почему жизнедеятельности я выделяю? Ну, потому что мы знаем прекрасно, что есть ряд веществ, витаминов, которые необходимы для созревания центральной нервной системы. И мы знаем о том, что есть дефициты этих витаминов, они приводят к серьезным нарушениям. Группа В, например, это как раз та группа витаминов, которая необходима для созревания и развития нейронных связей центральной нервной системы. Это неправильные виды воспитания. Это отдельная тема, в этом нужно говорить, и мы пока будем говорить о том, что неблагоприятные условия воспитания. Ну и социально-педагогическая запущенность, тогда, когда внешне все благополучно, но ребенок изолирован. Родителями таких детей я, к сожалению, наблюдала неоднократно, когда ребенок имел абсолютно все, и питание, и игрушки. Но дело в том, что мама все время работала, зарабатывала деньги, папа тоже, менялись няни у ребенка, ребенок очень спокойный, как будто бы, и когда к нам его привели в 7-летнем возрасте, у нас под вопросом стояло слабоумие, потому что ребенок не выговаривал многих слов, он не имел связной речи, эмоционально и аутизм ему выставляли, в общем много-много было диагнозов, но к 5-му классу мы его скорректировать сумели, сейчас это взрослый молодой человек, обучается он в Москве в одном из вузов, но достаточно среднее, звезд в небо не хватает, но тем не менее развитие произошло. Основная причина отставания – это минимальные органические повреждения головного мозга в результате тех причин, которые мы с вами сейчас перечислили. Это, естественно, что не выявляется неврологическими какими-то методами, потому что это минимальные, они не дают никаких неврологической симптоматики очаговой, потому что это, как правило, диффузные достаточно бывают, или очаговые, но поверхностные нарушения, поэтому, естественно, выявить они не могут врачи. Поэтому, тем более, если есть минимальные мозговые дисфункции в совокупности с условиями неправильными воспитания, социально-педагогической запущенностью, то, конечно же, вероятность задержки психического развития очень велика. Это самая распространенная, пожалуй, форма психической патологии детского возраста, поэтому она, естественно, что нас всех очень серьезно затрагивает, тем более сейчас появились формы неорганического характера в большей степени, хотя рост наблюдается и этой категории детей, но и значительно возросло количество детей с задержкой психического развития, именно связанное с теми проблемами воспитания и жизнедеятельности детей, которые крайне неблагоприятны. возрастного, когда проявляется, проявляется, не начинается, а проявляется, это мы четко с вами должны. Диагностику задержки психического развития выставить можно уже в 3-4 года и обратить на это внимание. Обращают внимание только на крайние формы, но у меня были на консультации дети, которые внешне вроде бы как развивались, вроде бы играли, были очень спокойными внешне, как казалось окружающим, но единственное, что обратили родители в 5,5 лет, на вот такой случай у меня был, что ребенок не разговаривает. Ну, оказалась там серьезная неврологическая симптоматика, к сожалению, естественно, что уже и речь у ребенка ограничена, весьма развивается, и он входит в разряд неуспевающих какое-то время, потом его определили в коррекционный класс, но и в коррекционном классе ему учиться достаточно сложно, слабоумие ему не выставляют. Поэтому, естественно, что тогда, когда необходимы вот эти функции, именно психические функции, познавательная сфера, именно подготовительная группа, и в школе, когда ребенок приходит в первый класс. Конечно же, если мы диагностируем это в школе и не побоимся разговаривать с родителями, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что иногда родители не совсем адекватно реагируют на это, на меня уже обещали пожаловаться и в прокуратуру, и дипломы меня лишить, когда я заводила этот разговор. Но, по счастью, все-таки потом эмоциональный фон успокаивался у родителей, и мы начинали разговаривать уже конструктивно. Потому что уже диагностировать мы можем более детально, потому что необходимо целенаправленная, организованная, контролируемая, самоконтролируемая деятельность, то есть формирование вот тех самых учебных навыков, которые позволяют нам сделать конкретный вывод, в какой сфере у ребенка больше наблюдаются изменения, не до развития. Ну и медицина – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, и основные проявления – замедленное там психического развития, личностная незрелость, негрубые нарушения познавательной сферы, потому что вот это как раз негрубые нарушения познавательной сферы. Если мы выявим их до школы, они не разовьются вот в ту интеллектуальную серьезную недостаточность, которая не позволит ребенку дальше формировать учебные навыки и дальше усваивать учебную программу. И энцефалопатические синдромы. Энцефалопатический, то есть недостаток функции мозга, это как раз вот то, что и провоцирует минимальные мозговые дисфункции. Это гиперактивность, тот самый дефицит внимания с гипер- или гипоактивностью, тревожность определенно и агрессия в виде реакции на какие-то действия окружающих людей. Иногда они раздражаются сами на себя. Ну и вот хотелось бы мне обратить внимание воспитателей, то есть тех, кто работает в детских дошкольных образовательных учреждениях. Психический инфантилизм, он достаточно незаметен, казалось бы. Ребенок развивается, медленно достаточно развивается. Обычно эти дети не приносят никаких неудобств. Они очень тихие, спокойные, эмоционально либильные, плакать любят, очень огорчаются, пожалеть хочется. Они по росту, по весу существенно отстают. И как-то мы не обращаем внимания на это. Ну подрастет. Папа такой же был, мама такая же была. Чаще все-таки это мальчики. У мальчиков наблюдается психический инфантилизм в большей степени. Ну устает он быстро, ну рассеянный, ну он же не отвлекается, никому не мешает. Нет. Если мы не обратим на это внимание, и ребенок пойдет в школу, как ему положено, в 7 лет, чревато все это, ну поломка всей существенной жизни. Потому что как раз вот эта категория детей, она, для коррекции этим детям нужно время. Просто у них генетически, почему я и говорю, что папа такой же был, генетически заложенная не незрелость, а медленное созревание. И если они год, например, позже пойдут в школу, а такое возможно. Вы прекрасно знаете, сейчас достаточно написать родителям заявление, и просто не привезти ребенка в школу. И, ну при этом, естественно, что заниматься коррекцией, заниматься неврологическими всеми проблемами, если они существуют у ребенка. Но чаще всего классический психофизиологический инфантилизм – это те дети, которые, ну, со временем адаптируются к школе, но тогда, когда они будут постарше. У нас был ребенок, и мама, это давно достаточно было, лет 10 назад, мама понимала, прекрасный ребенок, усыновленный был, маленького очень роста, и мама привела его в школу малышок, он проспал у нас благополучно все время, весь год. Она привела его в школу, хотя мы говорили, что, ну, никак нельзя ему в школу отдавать, потому что он не готов к школе. Очень спокойный ребенок, беспроблемный. Но программа, естественно, не для ребенка, потому что посадили его, по сути дела, 5,5-летнего ребенка в первый класс, хотя на тот момент ему было почти 8 лет. Но мама молодец, она прислушалась к нам, и она перевела его потом в другую школу, не акцентируя на том, что он посещал первый класс. Ребенок абсолютно нормально адаптировался, ребенок абсолютно нормально стал учиться, то есть ребенок вырос, вырос в плане психофизиологии. То есть вот на это мы с вами должны обращать внимание обязательно. Ну и отдельные корковые функции – это тогда, когда, естественно, что есть очаговые, вот к этой минимальной мозговой дисфункции присоединяются еще какие-то очаговые поражения более глубокого характера. Ну и вот эти четыре клинических типа этиопатогенез конституционального происхождения, это как раз психофизиологический инфантилизм, на котором я сакцентировала ваше внимание. Соматогенного происхождения – это тогда, когда в основе лежит наличие у ребенка какого-либо хронического соматического заболевания, или при этом у ребенка наблюдается частая длительная заболеваемость. К сожалению, такая категория детей тоже есть, поэтому мы не должны это с вами упускать из виду. И естественно, что тогда, когда ребенок часто болеет, особенно в детском саду, нужно все-таки какие-то коррекционные мероприятия индивидуального плана с этими детьми, педагогом и психологом начать проводить. Особенно, если ребенок часто пропускает. Для того, чтобы догнать сверстников ему в этом случае, необходимы дополнительные занятия, не забывайте об этом, потому что такая категория работы у вас тоже есть. Психогенного характера – это вот сюда входят все те неблагоприятные факторы воспитания, жизнедеятельности ребенка, отношения к ребенку. Все это, естественно, что будет сказываться, прежде всего, на личности ребенка. Но и если мы говорим о характере личности, то не забываем мотивационную сферу и так далее. Какой ребенок будет учиться лучше? Естественно, тот, который будет смотивирован. Любым способом, правильным, неправильным, но у него будет мотивация к этому обучению. Поэтому вот эта категория, она наиболее значительна по численности этих детей, значительно больше. И, как правило, они где-то процентов 30-40 занимают. Но при этом мы с вами давайте не будем забывать, что в чистом виде, конечно, очень проблематично выделить конкретные типы, поэтому чаще всего это задержка психического развития смешанного характера. Ну и вот это цереброастеническое или цереброорганическое происхождение, в основе которых лежат минимальные мозговые дисфункции в большей степени. И проявляться это, конечно, будет прежде всего, если в предыдущем психогенном происхождении там поведение и характер будут существенно повреждены, то цереброастенического происхождения – это, прежде всего, конечно же, познавательная сфера. Поэтому они отличаются существенно, но, тем не менее, они очень часто сочетаются. Ну, я не буду застрять, потому что времени так у нас много. И вот как раз я поэтому включила презентацию, вы ее когда скачаете, прочитаете просто внимательно, что, вот посмотрите, задержка психического развития в конституциональном происхождении – гармонический инфантилизм. То есть гармонично ребенок отстает. Здесь все – и характер, и эмоционально-волевая сфера, и мотивационная. Все-все-все будет здесь. Но все это будет очень гармонично, и вот именно как раз эта категория детей, она будет наиболее похожа, эти детки будут, на детей более позднего возраста. Вот этот фактор как раз схожий с детьми более раннего возраста – это отличительная особенность, отличительный симптом задержки психического развития. При слабоумии такого нет. Там никогда ребенок, у которого выражена интеллектуальная недостаточность, форме олигофрении любой степени, но мы говорим, естественно, о дебильности в большей степени, никогда он не будет похож на сверстников, на детей более раннего возраста. Такого быть не может. Он не похож, потому что у него уже определенные есть нарушения интеллектуальной сферы, которые до нормы не доберутся никогда. Так, следующее. Самотогенного происхождения. Это вот, видите, кронические инфекции, аллергические состояния. Ну, вот давайте поговорим, почему же задержка-то происходит. Ну, прежде всего, это изоляция детей. Частая изоляция и достаточно длительная изоляция. Или это длительно болеющие дети, или инфекционные какие-то заболевания. То есть ребенок выпал из детского коллектива. Это второй момент. Это необходимость госпитализации, проведения различных процедур определенных, которые невротизируют ребенка, естественно. Ему больно, ему страшно, даже если процедура неболезненная, если она просто неприятная. Но ребенка пугает абсолютно все. Абсолютно. Ну, у вас, у подавляющего большинства, дети уже есть или будут еще. И естественно, что поход в поликлинику на прививку – это целая проблема. И я помню очень хорошо, когда дочь повели зуб выдергивать, я немножко задержалась, поднималась медленнее, а она с тетей прошла в кабинет. И когда я поднялась на четвертый этаж, мне было так стыдно. Я услышала, ну, там не были в обли, там был просто очень громкий голос, она громковоголосая была. Как вам не стыдно? Вы же врачи, белые халаты на вас. Вы клятвы Гиппократа, цепились в меня. Держите меня, два взрослых человека. То есть это кто сидел за пределами кабинета, ухахатывались, конечно. Она взывала к клятве Гиппократа, к этике медицинской. Но зуб у нее все равно вытернули. То есть, естественно. А если это систематически? Это уже далеко не смешно. Особенно если ребенок уже более старший, его не кладут с родителями, он ложится один. Есть такие случаи до сих пор. Раньше вообще родители не клали, когда мы были еще студентами. Дети лежали с года одни. Родители с ребенком клали только до года. А ребенок оставался один. Представляете, какая психотравмирующая, эмоциональная ситуация. И, естественно, следующий момент – это те переживания, болевые. Ну, например, при аллергических заболеваниях – это зуб. Постоянный, тяжелый очень зуб, который, естественно, что не дает ребенку спать. Ребенок не высыпается. То есть, понимаете, вот сколько. Пороки сердца – это гипоксия, хроническая гипоксия. Мы когда работали в кардиоцентре, нашим студентами еще, ну, ребенок синел моментально при любом движении. О каком нормальном психическом развитии мы тут можем говорить? Естественно, невозможно. Гипоксия, тканевая гипоксия уже. А насколько страдает центральная нервная система? Так что это вот то, что касается самотогенного происхождения. Так, ну вот что характерно. Видите, личностно здесь больше личность страдает и коммуникативные навыки. Они деформируются, не развиваются, гипертрофируются. То есть много-много. Плюс еще здесь, раз мы говорим о том, что ребенок больной, это еще гиперопека родителей. С одной стороны, но есть еще такой феномен, как отрицание у ребенка заболевания или обвинение ребенка в заболевании. Что, естественно, тоже будет влиять существенно. Ну и задержка психического развития психогенного происхождения. Мы о ней уже достаточно подробно поговорили. Ну и здесь, естественно, цереброастенического происхождения. Здесь, конечно, обязательно, пожалуйста, коллеги, посылайте на консультацию. Почему я и призываю вас слушать вот такие вебинары, проходить вот такие курсы для того, чтобы вы аргументировать могли свои действия для родителей, прежде всего. Потому что, когда мы говорим «надо идти», это одно. А когда мы говорим «надо идти», потому что... И человек видит, что мы знаем эту сферу, и знаем ее неплохо, и можем ответить на их вопросы, и можем сказать им о развитии дальнейших событий, об образовательном маршруте, который будет этому ребенку, собственно говоря, рекомендован. Почему мы отправляем их к психиатру? Почему мы отправляем их к неврологу? Тогда родители, конечно, слышат, начинают нас. И, естественно, что это только способствует тому, что ребенок у нас имеет возможность. Ну и вот здесь я попыталась... Ара, сейчас я немножечко попробую... Не знаю, как у вас, а весь экран у меня что-то больно маленькое. Здесь, вот в этой таблице, это дети до школы. Ну, в подготовительной группе я попыталась небольшой такой портрет составить этого ребенка, для того, чтобы было уже более понятно. Ну и смотрите, начинаем с самого простого. Навыки самообслуживания. С самого простого. Потому что формирование... Мы можем и оценить степень развития ребенка, уровень развития ребенка, именно по тем проблемам, которые возникают прежде всего по формированию навыков гигиенических и самообслуживания. Чистые штанишки. Чистые штанишки. То есть у ребенка... Ведь вот тот будильник, который будит его и заставляет его пусть в памперсе, пусть в ползунках, садиться на горшок или начинать ворочаться ночью, это тоже, собственно говоря, первый фактор, который развивает ребенка. Дает ему возможность социализироваться в дальнейшем. Ну вот смотрите, что умеет ребенок с нормальным развитием. Благодарительная группа, раз мы с вами определили возраст, что наиболее часто все-таки диагностируется, к сожалению, хотя я вам сказала, что в 3-4 года мы можем диагностировать уже конкретно. У ребенка сформированы все гигиенические навыки. У него чистые штанишки, он знает, как мыть руки, он вытирает лицо и ручки досуха, пользуется мылом, пользуется приборами за столом, кушает опрятно, аккуратно, не хватает еду, не разливает ничего. То есть аккуратен, внешне очень опрятен, одевается самостоятельно уже в 6 лет. И что же мы наблюдаем у такого ребенка, у которого мы, собственно говоря, ну, видим эти признаки, задержка есть или нет. А все это будет складываться из-за всего. Может быть, это просто ребенок, который только что пришел. Но мы все-таки с вами говорим о том ребенке, который уже адаптировался. Немножко я коснусь еще через какое время, то есть алгоритм действий, когда мы вот такие симптомы замечаем. Для этого, конечно же, знание возрастной психологии – это основа основ. Я не говорю про общую психологию. Это платформа, это те три кита, которые… То, что на трех китах – это возрастная психология. Это то, что мы должны периодически перечитывать, периодически интересоваться статьями педагогическими, психологическими, социологическими, которые позволяют нам расширять наше знание в этом плане. Что же у ребенка с задержкой психического развития не формируется? Он неправильно одевается. Одевается вроде бы как самостоятельно, не ждет, но ему постоянно требуется помощь при выворачивании штанишек, при расстановке правильной обуви, при застегивании молнии, пуговочек. Он неряшлив, неопрятен, у него постоянно торчит рубашка или платьица не так. Он выходит из туалета и не смотрит, застегнуты у него штанишки, если там существуют молнии или нет. То есть не умеет зашнировывать шнурки, не умеет даже застегивать липуны на обуви. То есть ребенок, который, ну, с одной стороны, естественно, что он не приучен, потому что и слабовунного ребенка, мы знаем с вами, кто работает в коррекционных учреждениях, приучают к этому, есть социально-бытовая ориентировка. То есть полностью все социально-бытовые навыки формируются. Но ведь здесь же слабоумие-то нет. Здесь ребенок имеет возможность формировать эти навыки, но они не формируются вот по причине того, что у него задержанное развитие. Игровая деятельность. Шесть лет подготовительная группа детского сада. Это, естественно, уже сюжетная ролевая игра. Ребенок с нормальным темпом развития. Они играют в группе, или он играет самостоятельно, бывает и так, но у него уже есть постройки какие-то, сюжет определенный. Это или, например, профессиональный сюжет, или просто дочки-мати, или в больницу они играют. Но причем на всем протяжении этой игры, когда отводится время на это, ребенок этот что делает? Он держит четко сюжет. Сюжет этот развивается, активно используются речи, эмоции, роли. Есть лидер в этой группе, он раздает роли, все эти роли. Тот, кто не хочет участвовать в этой игре, в этой роли уходит, обидевшись. То есть здесь налицо все игровые элементы. А чего же не может ребенок с задержкой психического развития, это играть. Играть вот именно так, как я вам сейчас приблизительно описала. Он не организован, то есть и игра, естественно, не организуется у него. Чаще всего этот ребенок предпочитает шумную игру. Он бегает, прыгает, кричит и так далее. То есть если он хочет в группе какой-то поучаствовать, он просто хватает игрушки, убегает, начинает толкаться. Он не знает, как в эту включиться игру, потому что обычно ребенок подойдет к этой группе и скажет, можно я с вами поиграю. Ну или его примут, или его не примут. Ну и познавательная сфера, то, что больше всего нас интересует, какой ребенок в 6 лет. Это развитое внимание, хорошая концентрация. Особенно вот почему и проявляется это в большей степени, потому что у вас начались систематические занятия по подготовке к школьному обучению. Поэтому, естественно, что мы на это с вами обратили внимание. У ребенка с задержкой психического развития вот тот самый дефицит пресловутой внимания. Он рассеянный, он легко отвлекается сам на себя, не сосредотачивается на выполнении задания, концентрация, даже если сумел сосредоточиться, концентрируется очень недолго и так далее и тому подобное. Объем внимания очень маленький. Память у ребенка в норме с нормальным темпом развития, то есть она запоминает значительный объем информации, легко заучивает стихи, сказку может пересказать, легко отвечает на вопросы. Когда прочитает ему определенный объем информации, он отвечает на вопросы, может пересказать. Память у ребенка с задержкой психического развития прежде всего страдает объем. Объем очень маленький, запоминает он только то, что интересно, но и также очень быстро забывает. Например, стихотворение заучивается очень долго, воспроизводится не полностью. И, естественно, что воспроизведение этой информации будет частично на следующий день, если с ребенком, по сути дела, опять не повторим. Но еще раз говорю, он повторяет эту информацию, в отличие от слабоумного ребенка, который не держит зачастую эту информацию даже в течение занятия. Он забывает про нее. Мы говорим о детей со слабой степенью олигофрении, невыраженной, там совершенно другие подходы, совершенно все другое. Речь у ребенка с нормальным темпом развития, речь полноценная. Он хорошо рассказывает, стихи читает правильно, но могут быть логопедические какие-то дефекты, связанные с физиологией, прежде всего, это выпадение зубов и так далее. Но это функциональное, в чистом виде функциональное. У ребенка с задержкой психического развития таких дефектов очень много. Неумение произносить, неумение выстраивать предложения, пересказ короткими, двусложными словами, объем активного и пассивного словаря очень маленький. И накопление его идет очень медленно. Ну и вот та координация движения, равновесия, ориентировка в пространстве и мелкая моторика, которые, конечно, будут проявляться у этих детей. Из-за задержки психического развития достаточно выражены вот эти нарушения. А прежде всего, это неуклюжесть. Постоянно что-то сшибает, постоянно падает, постоянно роняет. Все у него валится из рук. Он проливает чай, ложка у него во время обеда падает. Когда он идет, он обязательно обо что-то стукнется, а то и на ровном месте упадет. Это связано с теми самыми минимальными мозговыми дисфункциями, которые имеют какие-то определенные очаговые повреждения в области мозжечка. Здесь, конечно, консультация невролога и лечение обязательно. Но и это, естественно, что один из ведущих симптомов задержки психического развития. И именно у категории детей с минимальными мозговыми дисфункциями. А ребенок с нормальным темпом развития какой он? Равновесие хорошее, он легко лазает, он все кладет на место, ничего не роняет, пользуется ножницами, легко пишет в прописях, выполняет различные поделки из мелких, причем он заинтересован в выполнении этих поделок. Мотивационная сфера у него очень выражена, развита уже именно на успех. Ребенку с задержкой психического развития, и, как правило, безразличен бывает успех. Он легко огорчается из-за неуспеха, но при этом обвиняет всех, кроме себя. Он не понимает, что он сделал неправильно. Ну, вы слышали такую фразу? Ну, я же все сделал. Его не интересует, как он сделал, его интересует только то, что он все сделал. Вы же мне сказали сделать, я сделал. Вот такая ситуация. Ну, и эмоциональный фон. Как правило, эти дети у нас неустойчивые в эмоциональном плане легко переходят от одних эмоций к другим эмоциям. Бывают тревожные, бывают раздражительные, агрессивные. То есть здесь, конечно, все, что связано с эмоциями, проявлениями поведенческими, все нарушается. Ребенок с нормальным темпом развития. Мы говорим о нормальном, среднестатистическом ребенке. Естественно, есть какие-то отклонения определенные, но это большинство детей все-таки среднестатистически себя так ведут. Но это, прежде всего, естественно, уравновешенность нервной системы. Общий фон достаточно гладкий. Общий фон эмоциональный, он адекватен той ситуации, в которой ребенок есть. Он не проявляет раздражительность, но он может заплакать, естественно, засмеяться, если эта ситуация позволяет ему это сделать. Я не буду уж четко вот так говорить, когда приходит, все-таки сделаю акцент на том, что какой же алгоритм наших действий должен быть, когда мы какие-то симптомы заметили у ребенка, в детском ли саду школили. Ну, прежде всего, естественно, завести дневник наблюдения за ребенком. Причем я вам советую, ну, если вы хорошо знаете норму, значит, вы ее держите в голове, если не очень хорошо знаете, значит, ее просто где-то нужно записать, для того, чтобы, ну, смотреть, как он у вас развивается. То есть то, что свойственно ребенку в этом возрасте. Пожалуйста, не делайте скоропалительных выводов и не спускайте на тормозах. Наблюдение за ребенком должно быть в течение нескольких месяцев. То есть дайте ему возможность, когда он пришел в детский сад, может быть, он пришел чуть позже, чем другие дети, дайте ему возможность адаптироваться, потому что он, естественно, будет дезадаптировать. И, ну, вот те основные, которые в таблицах выше, пожалуйста, выделите и прописывайте хотя бы раз в неделю, что нового появилось у ребенка. И вот уже по заполняемости ячеек, например, сегодня, неделю, через неделю, через две, и вам позволит увидеть, нарастает это или какие-то определенные функции у него не формируются. Потому что когда вот в течение двух-трех месяцев вы будете, ну, это вот будет 10-12 записей, вы посмотрите и, проанализировав, вы сможете уже заподозрить вот те самые проблемы, о которых мы с вами и говорим постоянно. Ну, при типичной особенности детей в начале школьного обучения тоже не делать скоропалительных выходов, а особенно в течение первых двух месяцев. Мы знаем с вами прекрасно, что это период адаптации двух-двухмесячной, поэтому какие-то определенные проявления это могут быть проявления дезадаптации, но ни в коем случае задержки психического развития. А задержку в первом классе мы будем с вами подозревать в течение где-то ближе к Новому году, когда вот эти 3-4 месяца пройдут, и мы сможем с вами уже оценить темп развития школьных учебных навыков, которые позволяют вот эти самые выводы нам и сделать. Так, сейчас я просмотрю вопросы, потому что вопросы появились здесь у нас с вами. Так, да, Любовь Артемьевна, конечно, лучше это будет примерно для ЗПР. Если это общеобразовательное учреждение, вы пишете индивидуальную программу для этого ребенка в условиях общеобразовательной школы. Она будет отличаться, ну, незначительно от той программы, которая используется в вашей школе. Если это школа седьмого вида или класс седьмого вида, то, естественно, вы будете писать эту уже программу для определенной категории детей. Если это школа седьмого вида, то программа написана уже для всей школы, на все года, и вам писать индивидуально уже нет необходимости. Так, какую литературу можно почитать по этой теме? Ну, сейчас, по-моему, такой проблемы нет. Набирайте, начинайте с классиков, и дальше все абсолютно набирайте. Потом я вам все-таки порекомендую. В плане литературы всегда выбирайте несколько источников, и тот, который вам легче читается, воспринимается вами. Вот та информация, наверное, будет вами воспринята полностью практически. Но не забывайте, пожалуйста, периодическую литературу. Выходите, пожалуйста, в e-library, другие библиотеки, и читайте текущие исследования, которые, конечно, могут отличаться уже от тех классических. Против программы для задержки психического развития. Ну, если уже образовательный маршрут, Лидия Николаевна, оформлен ребенку, что он должен обучаться по программе седьмого вида, ну, здесь, по-моему, согласия родителей-то особое не требуется. А потом, вот опять же, по поводу компетентности вашей в этом вопросе, если вы объясните родителям, почему такая программа и какие... Не говорите о том, чего не будет в этой программе, а говорите о преимуществах этой программы. А преимуществ у программ для задержки психического развития достаточно много. Это и коррекционные занятия с логопедами, коррекционные занятия с психологом, и дополнительные занятия с педагогом, и много-много чего. И, конечно, сложнее перевод в класс седьмого вида. Но здесь уже как вы сможете поговорить с родителями? Здесь, конечно, неоднократные, убедительные, аргументированные беседы, которые позволят все-таки поменять. Не махайте рукой, если родители отказываются. Снова приглашайте, зайдите с другого конца. Но иногда, да, действительно, я вам говорю, что приходилось 3-4 года разговаривать с родителями, прежде чем они соглашались на это. До какого возраста ставится диагноз ЗПР, логопедии, задержки до 3 лет? Ну, до 3 лет не ставится, насколько я знаю, еще рановато все это. А потом задержка речевого развития – это индивидуальный, конечно, подход. По каким причинам? Если это грубые формы, то, конечно, здесь уже будет вопрос стоять о том, что наблюдение у ребенка у специалиста. А так, в общем-то, 3 лет мы пока наблюдаем за ребенком и создаем условия для его развития. До какого возраста задержки психического... Диагноз задержки психического развития ставится, ну, до 10-12 максимум лет. Обычно, если до 10-ти мы с вами не успели этот... Потом говорят, что, ну, извините, а что вы делали 4 года в образовательном учреждении? И они правы, потому что... Ну, дальше не знаю, как будет. Дальше индивидуальные занятия обязательно. Дальше обязательно работа со специалистами. Там много моментов. Так, еще раз здравствуйте. Работаю в группе раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Есть мальчик. Очень спокойный, действительно, без проблем. Ну, стоит что-то ему сказать. Например, ложечку давай вот... Так, возьми, поправляет или... А то сразу плачет. Ну, вот здесь эмоциональная лепильность. Обратите внимание родителей. Вот на следующем вебинаре, на курсах я как раз и буду говорить. Есть такое понятие синдром детской ранней невропатии. Вот, возможно, что у Матвея как раз вот это и есть. То есть синдром ранней детской невропатии. Ну, это проходит со временем. Но главное не пропустить именно... Беспокоиться стоит, конечно, очень стоит. Так, наоборот, очень подвижный. Ну, родители слушайте ровно на 10%, не больше. Так, программа каких авторов можно использовать? Детер, трех... Какую программу? Программу чего? Алла Николаевна, не совсем понятно. Программу чего? Коррекционную программу психолога, педагога, логопеда, сложно сказать. Так, потом брать авторские какие-то программы, ну, не стоит, наверное. Я не советую вам. Вы можете использовать материалы каких-то определенных авторов, определенные программы. Но все-таки смотрите, исходя из того состояния, которое на данный момент вы выявляете у ребенка. Так, мониторинг каких авторов можно использовать? Тоже не поняла, мониторинг чего? Мониторинг чего? То есть, конкретизируйте, мониторинг каких авторов можно использовать в группах до детей с ЗПР. Для каких целей? Если у ребенка дошкольника налицо задержка психического развития, все беседы, причем убедительные, сводятся к тому, что они утверждают, что все в порядке, они не видят необходимости обращаться к специалистам на консультацию. Они утверждают, что мы придираемся к данному ребенку, мы исправку от невролога представляли. Ну, что делать в такой ситуации? Уговаривать, продолжать уговаривать, но ребенок скоро закончит детский сад и, придя в школу, родители столкнутся там, что ребенок не успевает. Жаль ребенка. К сожалению, да, такие родители, ребенок слабоумный, ребенок мама привела в школу общеобразовательную, ладно, у нас тогда были коррекционные классы, но ребенок слабоумный, там олигофрения в степени выраженной дебильности, ребенок спокойный, хороший, с очень выраженными нейродинамическими нарушениями. И много-много лет мы на маму давим, да, никак не удается, потому что он не успевает, программа не усваивается. Ну, естественно, слабоумный ребенок даже программу седьмого вида не сможет. Приносит справку, приносит заключение от психиатра, я на двух сторонах написано это. И я, когда читаю, я не могу понять, что-то мне кажется похожим, что-то знакомым. Вот дежавю, честное слово, дежавю. Причем дежавю не текст, не описание ребенка, а что-то вот такое. Я переворачиваю лист и понимаю, что такой почерк, почерк моей коллеги, моей подруги, врача-психиатра, которая заведующая геронтологическим отделением. Они вышли на нее, я звоню Зин, я говорю, ты что сделала? Она говорит, что случилось? Я говорю, ты зачем написала, что у него нет психических заболеваний? Теперь маму мы вообще не убедим. Я говорю, ты сделала такую нам, извини, поглошила свинью огромную, что вроде бы мы как-то на нее давим уже, раз она к тебе пошла уже в психиатра. Я говорю, зачем ты берешься за то, что нельзя? Но вот такая была у нас ситуация, к сожалению. Поэтому в такой ситуации продолжается гнуть свою линию. Скажите, пожалуйста, некоторые приемы по развитию эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой 5-6 лет. Эмоционально-волевая сфера, ну смотря какие нарушения эмоционально-волевой сферы, смотря что, раздражительность, агрессивность, тревожность, замкнутость. Это же все тоже у нас к этому разряду будет. Но здесь программа совершенно разная. Единственное, я могу вам посоветовать, все-таки в большей степени акцентируйте работу индивидуального плана. Потому что собрать ребятишек в группу, даже микрогруппу, 2-3 человека, это в большинстве случаев значит спровоцировать какие-то нежелательные ситуации коррекционные. Поэтому нет, коррекционные занятия должны быть обязательны. Вы должны продумать, собирать все-таки группу детей, схожих по характеру, схожих по уровню развития, чтобы не было ребенка, который будет постоянно неуспешен. Создавать эти ситуации успеха, если у вас нет возможности собрать вот такую группу. Но в большей степени на 80% это занятие должно быть индивидуального плана. Вот здесь как раз арт-терапия, индивидуальная арт-терапия, использование арт-терапевтических методов очень хорошо. Это и песочная терапия, это и рисовальная терапия, это вообще изобразительная терапия, как совокупность его, и пластилин, пластические любые массы, пожалуйста. И естественно, что игровая терапия, это обязательно. Вот как раз игровую терапию вы можете в группе использовать, а остальные использовать индивидуально. Или так, чтобы они сидели друг от друга, особенно с эмоциональным влиянием. Потому что дети неустойчивые в эмоциональном плане, и вреда такими занятиями можно принести, гораздо больше создать. Парциально недоразвитие. Не ставьте таких. Дело в том, что, коллеги, я вас призываю к тому, что не ставьте слово «заключение». Видите, я пишу сюда представление психолога. А представление – это мое представление, как психолога-специалиста, об этом ребенке. Я могу ошибаться, а заключение все-таки дают врачи. Поэтому или характеристику пишите, или пишите представление, но не пишите заключение, пожалуйста. Тем более парциально недоразвитие. То есть это все-таки больше к медицине, ну и такого диагноза, собственно говоря, нет. Я знаю, время уже выходит.